Влагманская Шкода только что немного обновилась. Рестайлинг на самом деле довольно умеренный, если смотреть чисто на дизайн. Новый бампер, решетка радиатора, фары. О фарах стоит сказать особо, потому что теперь они в базе полностью светодиодные и ближний и дальний свет. А в топ версиях он еще и матричный, впервые на автомобилях Шкода. Со стороны кормы тоже есть кое-какие новости. Так, например, иначе теперь подана крышка багажника вместо значка Шкода. Теперь здесь крупные блестящие буквы Шкода. Кроме того, поменялась оптика, но это также естественно для рестайлинга. В салоне изменений не очень много и в основном они все связаны с косметикой и с мультимедийными системами, которые стали более продвинутыми. Из того, что можно увидеть невооруженным взглядом, я бы отметил хромированное украшательство на дверях, на приборке и, кроме того, появились некоторые новые отделочные материалы, некоторые варианты декора. В общем, немножко облагородили салон машины. Кстати, обратите внимание, чехи тоже не смогли удержаться от того, чтобы сделать такую декоративную подсветку около дверного пространства. Системы безопасности стали более продвинутыми, Шкода теперь может видеть больше пространства вокруг себя, а, например, адаптивный курис-контроль научился предсказывать ситуацию, исходя из показаний навигации и камеры, которые установлены вот здесь, в лобовом стекле. Органайзеры в багажниках универсала стали разнообразнее. Кстати, об универсалах. Наконец-то появилась версия Scala. У Superba прежнего поколения такой модификации не было, но существовал универсал в исполнении Outdoor, который отличался только нюансами оформления, а в базовых верхах вообще был переднеприводным. Скаут же по умолчанию идет со всеми ведущими колесами. Разумеется, здесь есть обвес в внедорожном стиле, а дорожный просвет увеличен на 15 миллиметров. Колеса как минимум 18 дюймов, и на дюйм больше за доплату. Моторы только топовые. 190 сильный дизель или бензин мощностью 272 силы. А еще в системе Drive Select появился внедорожный режим, которого лишены обычные машины. Появление скаута в России пока под вопросом, но шансы есть. А вот гибридную Skoda точно ждать не стоит. Самая интересная модификация, подзаряжаемый гибрид, к сожалению, для нас будет недоступна. Но это не значит, что не стоит о нем в принципе рассказать, потому что машина-то любопытная. Super 5V является собой комбинацию из турбомотора 1.4 TSI мощностью 156 сил, 115-сильного электромотора и литий-ионной батареи емкостью 13 киловатт-часов. Совокупная мощность силовой установки 218 сил и 400 ньютон-метров. Суммарный пробег заряженного и заправленного автомобиля достигает 850 километров, причем полсотни из них такую Superb способен преодолеть исключительно на электротяге. Но для нас более актуальной версии попроще. В России обновленный Superb появится в конце 2019 года. Цены, разумеется, пока неизвестны, зато с линейкой силовых агрегатов ясность полная. Базовый мотор будет 1.4 TSI 150 сил. Кроме того, будут три двухлитровых мотора, один новый 190 сил и два прежних 220 и 280 сил. В Европе линейка силовых агрегатов несоизмеримо шире, чем в России. Там есть недоступные у нас дизели объемом 1.6 и 2 литра с мощностью от 120 до 190 сил. А базовым среди бензиновых назначен продвинутый полуторалитровый турбомотор с системой деактивации отдельных цилиндров. У нас такого выбора, конечно, не будет.